В детских садах, техникумах, школах на Камчатке учатся более 60 тысяч юных жителей края. То есть каждый пятый житель Камчатки сейчас учится в наших учебных заведениях, а работают в сфере образования почти 6,5 тысяч педагогических работников. И здесь я хочу подчеркнуть, что, конечно, эффективность системы образования зависит от многих факторов – от материальной базы, от технического оснащения, от учебных материалов. Но главным фактором, как и всегда, остается личность учителя. Учителя с большой буквы, который не только дает знания, а способен заинтересовать в самом процессе обучения. Не только развивает детей, но и способен их повести за собой. выступить нравственным и моральным авторитетом и способствовать формированию тех самых ценностей, которые так важны в современном меняющемся мире. И в связи с этим, конечно, нашей общей важнейшей задачей является укрепление педагогического корпуса и повышение престижа, статуса профессии учителя. Учителя Камчатки традиционно показывают очень серьезные результаты, в том числе и на федеральном уровне. Так, лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года России» по итогам 2020 года, который в начале этого года прошел в Волгограде, стала Минина Алена Владимировна, учитель английского языка средней школы села Николаевка. Я очень рад поздравить Алену Владимировну и всех нас с этим достижением. Указом президента, победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижение педагогической деятельности признаны. Я хочу специально, лично поздравить тех учителей, которые такие высокие результаты показали. Ирина Юрьевна Петрова, учитель Елизовской средней школы номер один, Затворницкая Евгения Олеговна, учитель средней школы номер 9 Вилючинского городского округа. Также хочу отметить, что в финале третьего национального чемпионата навыки мудрых по компетенции дошкольного воспитания Григорьева Ирина Робертовна, воспитатель детского сада Готов города Петропавловск-Камчатский, завоевала третье место. Это показывает, что, как и прежде, наши учителя показывают высокий профессионализм, показывают достижения, которые отмечаются и на федеральном уровне. Для решения вот этой важнейшей задачи, о которой я уже сказал, повышение статуса учителя, по моему поручению с 2021 года в Камчатском крае учреждена премия педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий и проектов, которые способствуют развитию образования Камчатского края. И в этом году 10 лучших педагогов получат премии в размере 200 тысяч рублей. Само вручение состоится и будет приурочено к торжественной церемонии в День учителя. Хочу также отметить, что сейчас беспрецедентное внимание и поддержка оказывается в школе, учителям, педагогическим работникам на уровне федеральном и на уровне президента Российской Федерации лично. Здесь я хочу отметить, что благодаря поддержке нашего президента свыше двух тысяч педагогов в крае уже получают дополнительные выплаты за классное руководство с учетом в том числе и всех региональных надбавок. Здесь я хочу еще раз вернуться к тому, что, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы помнили о значении воспитательной работы и формировании ценностей, которые потом являются залогом успехов наших детей во взрослой профессиональной жизни. Такие ценности, как любовь к Родине, истинный настоящий патриотизм, забота о малой Родине, стремление реализовать себя на благо нашего Камчатского региона, это то, что зависит от работы воспитателей и учителей в школе. Для усиления этого результата, для содействия ему в этом году мы впервые запустили для каждого выпускника Камчатской школы бесплатную экскурсию на нашу жемчужину природную, долину Гейзера. Вместе с Карновским заповедником в июне уже были организованы экскурсии для наших медалистов, выпускников с выдающимися образовательными результатами, а с осени мы продолжим эти экскурсии для всех школьников, которые окончили 11 класс в 2021 году. Этот проект будет ежегодным и повторяться каждый год для выпускников Камчатских школ. Хочу отметить, что с 1 сентября доплату за классное руководство, о котором я уже говорил, начнут получать и кураторы студенческих курсов, студенческих групп в системе среднего профессионального образования. Не менее значимое звено обучения и не менее значимые здесь цели и задачи в сфере воспитания стоят.